Фондовый рынок Украины Некоторые эксперты говорят, что тот путь, который российский фондовый рынок уже проделал, украинскому рынку еще предстоит проделать. В прошлом году фондовый рынок Украины, несмотря на политическую неопределенность в стране, напомню, что то одна партия, то другая была у власти, вырос на 135%. Причем прирост ВВП Украины тоже впечатляет. Он примерно такой же, как в России. Все очень похоже в этом плане. Украина это растущий и развивающийся рынок. Единственное, что удастся ли сохранить те же темпы роста в 2008 году, чтобы в 2009 году, если инвесторы сейчас вложат свои деньги на Украину, не потеряют ли они в силу той коррекции, которая возможно будет и на украинском рынке, так же, как она возможно и на прочих других развивающихся рынках. Что будет? Что нас ждет? Какие факторы основные влияют и будут влиять на украинский рынок? Не будем забывать, что политическая определенность в немалой степени будет влиять на поведение инвесторов из западных, в том числе и местных, ну и, наверное, российских, которые будут работать на украинском фондовом рынке. Политическая стабилизация весьма важный фактор в этом плане. Ну и, конечно же, рынок молодой, рынок развивающийся, корпоративное управление, создание и совершенствование институтов, фондового рынка и финансовых рынков, безусловно, тоже будет привлекать внимание инвесторов. И, конечно же, внешнеполитические факторы. Очень важный фактор это вступление Украины в ВТО в 2008 году. Некоторые говорят, что этот фактор уже отыгран, другие говорят, что еще нет. Ну и, конечно же, то, во что непосредственно стоит вкладываться. Напомню, что рынок Украины в 2007 году рос в основном за счет голубых фишек. Теперь многие говорят, что будет расти за счет новых каких-то инвестиционных идей, за счет слияний, поглощений. Возможно, стоит обратить внимание на новые первичные размещения. Если, конечно же, они будут, обещают, что в 2008 году количество первичных размещений украинских компаний вырастет чуть ли не в два раза. Ну, естественно, на все это стоит обратить внимание. На какие секторы стоит обратить внимание? Говорят, что новые секторы, которые пока на фондовом рынке практически не представлены украинским, могут привлечь внимание. Это, конечно же, потребительский сектор и, возможно, сектор недвижимости себя еще проявит. Но главное, конечно же, это то, что украинские власти настроены прорыночно и они привлекают инвесторов и хотят, чтобы инвесторы в страну приходили. Послушаем мнение президента Украины. Рассуждает Виктор Ющенко. Я бы хотел призвать международные инвестиционные круги еще раз внимательно присмотреться к украинскому рынку и возможностям, которыми он располагает. Киев всегда будет рад видеть у себя иностранный капитал. Нам очень важно интегрироваться в европейскую мировую экономику. Три четверти инвестиций идут из Евросоюза. Последние три года вкладывается ежегодно более 7 миллиардов долларов. В ближайшее время я намерен подписать указ о развитии фондового рынка, который будет способствовать становлению национальных стандартов в биржевой торговле и снижению рисков инвесторов при вложении в ценные бумаги. О перспективах рынка Украины поговорим с нашими гостями. У нас в гостях Ярослав Лиссаволий, главный экономист Дойчей банка в России, и Андрей Беспятов, руководитель аналитического отдела Dragon Capital. Здравствуйте, господа. Первый вопрос у меня к вам такой. Несмотря на политическую неопределенность прошлого года, украинский рынок показал впечатляющие результаты. На ваш взгляд, сейчас вроде с политикой все нормализовалось на Украине. Можно ли ждать таких же результатов, хороших украинского рынка и в 2008 году? Насколько это серьезно? Стабильность всегда... Любым деньгам нужна стабильность, нужна, как говорится, тихая гавань. Но при этом мы видим, что за последние три года, начиная с 2005 года, когда постоянно идут какие-то политические нюансы и стабильность в политике в Украине, это вопрос, которого практически не существует. При этом фондовый рынок за последние три года показал рост, наверное, рекордный для всего мира. Поэтому в данном случае очень часто мы видим, что инвесторы верят в потенциал роста фондового рынка нашей страны. И при этом значительно уже дисконтируют политический фактор, потому что они просто его принимают как данное. Есть политическая нестабильность, но при этом экономика растет, предприятия развиваются, серьезные тенденции к росту и структурным преобразованиям. Поэтому инвесторы готовы вкладывать во многие бумаги, которые торгуются. То есть вы этот фактор отводите на второй план? Он важен, но как показывают, по крайней мере, и прошлый год, когда в течение практически всего года были то перевыборы, то какие-то проблемы. При этом рынок показал практически чуть ли не самый высокий рост во всем мире. Хорошо. Андрей, а может ли украинский фондовый рынок повторить свои достижения в новом году? Вы знаете, в 2004 году был рост порядка 180%. Но со временем, чем выше растет капитализация, тем, конечно, труднее на новой базе достичь таких показателей. И, по-моему, людей, которые оценивают, что такой рост будет, практически нет. Но при этом предполагают, что рост может быть. Да. Делать такие прогнозы было бы полным безумием. В России примерно та же самая ситуация, когда российский фондовый рынок рос более чем на 100%. Никто не прогнозировал, тросы прогнозируют 20-30%, но по факту мы видели гораздо больше. Поэтому здесь, конечно же, наверное, сложно делать прогнозы очень-очень оптимистичные. Но пессимистам тоже быть не стоит. Андрей, такой вопрос у меня к вам. Вот за счет чего может быть достигнут рост на украинском фондовом рынке в новом году и в будущем? В принципе, вы только что сказали, что голубые фишки, возможно, уже из старой инвестиционной идеи, исчерпали свои возможности в большей части. Считается, что новые компании, которые будут совершать IPO, потом какие-то сделки последним поглощением, смогут инициировать такой же крупный рост украинского фонда рынка. Мы не будем брать индекс, но капитализация может вырасти не только за счет роста индекса, за счет прихода новых эмитентов на рынок. Вот, может быть, это хорошая идея на украинском рынке? Это, скажем, одна из идей, которую мы ожидаем. Она началась уже пару лет назад, но, в принципе, мы видим, она нарастающим кумом идет. И в данном случае мы действительно ожидаем, что размер IPO или правит частных размещений, в результате которых рынок получает дополнительную ликвидность, новые имена. По скромным оценкам, процентов, наверное, 60 в этом году может дополнительно вырасти. При этом, если мы берем вообще украинские акции в общем, то есть это и акции, которые торгуются внутри страны, и акции компаний, которые принимают решение размещаться на других, на фондовых площадках других стран. Хорошо, Гусман, мы поговорили о рисках возможных, а вот, на ваш взгляд, все-таки, Андрей, хотелось бы вас спросить, как у человека, который связан с этим рынком, конечно, плотно, на что делать ставку? На какие секторы в ближайшее время на украинском фондовом рынке? Говорят, потребительский сектор, а может быть, все-таки еще электроэнергетика себя не исчерпала, может быть, машиностроение. Вот, где наибольший потенциал, на ваш взгляд? Ну, в принципе, в отдельных секторах есть ряд компаний, которые очень интересны, я думаю, для инвестора. В принципе, в общем, консюмер, скажем так, потребительский сектор, мы видим там очень много компаний, которые могут быть интересны. А сейчас, как мы видим, большой очень спрос, рост цен на soft commodities. То есть, и так как, с одной стороны, это стимулирует инфляцию, что есть негативно, но, с другой стороны, компании, которые, например, в том году или там два года назад выходили на рынок, такие там, как Астарта, Укросс, там, Креатив, компании, связанные с землей. А Украина ведь это житница европейская, да, известная, что, как бы, и цены на земли, сельхоз сейчас растут, и цены на сельхоз, товар, вот на этом тоже можно сыграть, наверное. Да, то есть, во-первых, это действительно сейчас большой спрос, высокие цены, плюс со вступлением в ВТО, скажем так, возможности для ограничения экспорта того же самого зерна значительно сокращаются для правительства. Поэтому это для компании дополнительный плюс и возможности дополнительного заработка. То есть, совкомодитис, это, как бы, сельхоз, параллельно, можно сказать, проекты, связанные с землей, потому что мы все-таки ожидаем в течение, наверное, ну, где-то года либерализации рынка земли и окончательное снятие запретов на продажу сельхоземель, что должно значительно подстегнуть инвестиции в эту отрасль. Вот еще бы хотел обратить внимание на фактор слияния поглощений и привычных размещений. Как он может воздействовать, в какой степени может воздействовать в ближайшее время на динамику фондового рынка Украины? Ведь это один из важных факторов, которые свидетельствуют, во-первых, IPO свидетельствует о том, что рынок сильный и готовы размещаться компании, инвесторы готовы вкладывать деньги. С другой стороны, слияние поглощений говорят о том, что есть интерес к отдельным имитентам, к отдельным секторам. Вот на ваш взгляд, каковы здесь перспективы на ближайшее время? Можно кратко охарактеризовать, какой главный позитив от подготовки компании к IPO? Как правило, компании, подготавливаясь к публичному размещению, значительно улучшают прозрачность, что не может не сказаться на цене. А вы могли бы назвать ближайших кандидатов на поглощение со стороны иностранных компаний или ближайшие размещения, которые были бы интересны? Ну, скажем так, размещений будет очень много. Те, которые могут вызвать значительный всплеск, это те компании, которые представляют значительную, скажем так, часть экономики страны. Это крупные компании, например, как Метинвест, ДТЭК, Интерпайп. Это компании, которые объединяют себя до десятки предприятий, и стоимость которых будет по мере выхода на рынок превышать точно миллиарды долларов. Поэтому эти компании и компании, которые входят в структуру этих холдингов, как правило, улучшают значительно свою отчетность. И мы видим, что инвесторы очень положительно на это реагируют. И по некоторым, например, бумагам в том году были рекорды на уровне 1200-1500% годовых роста стоимости акций. Что лучше всего, наверное, говорит о том, как инвесторы оценили такие направления. Спасибо большое, господа. Напомню, что у нас в гостях был Ярослав Лисоволик и Андрей Беспятов. Мы с вами прощаемся. Удачи.